Здравствуйте уважаемые друзья! Татьяна Куртукова, исполнительница народных и авторских песен, шла к успеху долгих 30 лет. На вершины чартов Татьяна взлетела благодаря песне «Матушка». Эта композиция стала популярной в начале 2024 года. Расскажем чем эта артистка занималась до своего триумфа. Итак, полная биография набирающей популярность певицы, в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а для того, чтобы всегда быть в курсе последних событий и новостей, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Песня «Матушка» – композиция, которая сплотила российскую нацию. Главным хитом первого квартала 2024 года можно смело назвать песню «Матушка». И это весьма неожиданно, ведь композиции в народном стиле редко добиваются такого успеха. Можно вспомнить лишь Бенгеры Надежды Кадышевой, Монаха Феофана, Спритоптать и Игоря Растеряева с комбайнерами. Татьяна Куртукова родилась в Хабаровске 9 сентября 1993 года. Когда Таня была маленькой, ее семья перебралась в Пензу. Девочка с детства знала, что хочет стать певицей, и упорно шла к этой цели. Она окончила музыкальную школу, а затем местный колледж искусств. Далее продолжила образование в музыкально-педагогическом институте Иполитова-Иванова в Москве. Магистратуру окончила в Пензенском государственном университете. За плечами Татьяны множество побед в различных вокальных конкурсах, в том числе на фестивале исполнителей славянской народной песни «Оптинская весна». Как вы уже поняли, наша героиня стала народницей. После окончания вуза Куртукова стала работать по специальности – преподавать в Пензенском колледже искусств. Сначала постановку голоса на театральном отделении, затем теоретические дисциплины, музыкальное оформление спектакля и народная художественная культура. «Я настолько люблю свою работу, что если бы в мире не существовало понятие «зарплата» и я выбирала, где буду трудиться в удовольствие бесплатно, то выбрала бы несколько профессий, одна из которых педагог, делилась она со своими подписчиками. По словам Тани, тогда ей удавалось совмещать жизнь в двух городах, собственную музыкальную карьеру и дополнительное образование. Также она успевала путешествовать и быть счастливой. Педагогическую деятельность Татьяна продолжила в Институте театрального искусства Ершова в Москве, в том числе преподавала родной для себя фолк. В 2018 году Татьяна Куртукова представляла Пензенскую область на конкурсе «Новая звезда» на телеканале «Звезда». В том же году она стала выпускать песни под псевдонимом «Тайна», одна из ярких работ того периода «Композиция про любовь». В 2022 году, уже под совместным именем Татьяна, разместила на цифровых площадках песни «Матушка» и «Русская зима». В 2023-м «Родники», «Глаза» и «Я любила сокола». Большинство песен, в том числе и главный бенгер, написал Петр Андреев. С матушкой она выступила на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души», где ей хлопал сам шаман. Большая популярность свалилась на Татьяну Куртукову в начале 2024 года, когда в социальных сетях неожиданно стала популярной композиция «Матушка». Трек попал в различные чарты, собрав миллионы просмотров и прослушиваний. Куртукова объясняет успех своей песни тем, что во время вранья и лицемерия у людей возникает потребность в поиске правды, отчего возникает интерес к своим корням и к традиционной культуре. Такое мнение артистка высказала в интервью телепрограмме «Неделя союзного государства». Помимо сольной карьеры Татьяна Куртукова, работает в Московском театре «Револьвер». Она является музыкальным руководителем спектакля «Бабель» и играет в спектакле «Снегурочка», где она также является педагогом по вокалу этой постановки Татьяна, не показывает в социальных сетях свою семью. Возможно, она удалила личные снимки после того, как на нее обрушилась слава. Например, в запрещенной в России соцсети у нее размещены всего две фотографии. Причем страница не заброшена, артистка постит сториз. Известно, что по мужу она Макеева, супруга зовут Никита и он работает юристом. Осенью 2023 года у пары родилась дочь Ника. Уважаемые друзья, нравится ли вам творчество, набирающее популярность народной певицы, поделитесь вашими мнениями в комментариях.